Добрый день, дорогие коллеги. Мы начинаем эфир передачи, обзор рынков аналитики FreshForex. И с нами сегодня главный аналитик компании FreshForex Александр Горячев. Александр, приветствуем вас. Игорь, приветствую, приветствую коллеги. Сегодня рассмотрим основные инструменты. Мне хотелось бы вначале рассказать о наиболее таких сильных торговых сигналах. Затем уже поговорим далее по популярным инструментам. Сейчас тогда предлагаю включить трансляцию экрана. И мы уже непосредственно на практике посмотрим, что у нас сегодня интересного. И начать мне хотелось бы с фондовых индексов. Потому что у нас сейчас здесь интересные тенденции. Европейский DAX 30 сейчас находится на отметке 12100 пунктов. И если посмотреть на индикатор полосы Боллинжера, то верхняя граница у нас находится вот здесь, вот на отметке 12300. Если мы посмотрим ADX, индикатор направления тренда, индикатор силы тренда, то у нас тренд есть, ADX. И значение его 36, то есть тренд достаточно хороший на дневном графике. И здесь ожидать как раз росток верхней границы по Боллинжеру на дневном графике 12237. Где можно купить индекс DAX. Вот такой вот у нас резкий рост в первый час активной сессии. Обычно в первый час у нас бывают такие резкие движения. Затем идет разворот в обратную сторону небольшой. И после этого рынок пытается идти дальше по тенденции. Поэтому, на мой взгляд, сейчас будет возврат к границе Боллинжера на часовом графике. Это отметка 12080 с половиной. И на этой отметке как раз можно покупать индекс DAX. У нас сейчас в целом сегодня хорошо торгуются фондовые площадки. Китайский рынок хорошо подрос, там более 2%. Индексы Южной Кореи подросли, Индии. В Японии хорошие рынки. И здесь, соответственно, у нас получается такой есть приток капитала. У нас традиционно активы делятся на 2 категории. Это рисковые активы. Например, акции, фьючерсы на индексы, высокодоходные валюты. Тот же, например, российский рубль. Рисковый актив. И активы безопасные. Японская иена. Золото. И если мы сейчас посмотрим, то у нас вот индекс DAX или индекс Nikkei. Тот же самый. У нас хороший рост. Вот дневной график. Вот часовой график. Тоже здесь хороший рост. S&P демонстрирует рост. И, соответственно, мы посмотрим на то же самое золото. Золото у нас падает. То есть эта гипотеза, она подтверждается. Капитал идет либо в активы рисковые, либо в безопасные. Из безопасных активов капитал уходит. Золото – это безопасный актив номер один во всем мире. Мы уже много, наверное, каждый из вас читал про это, что там золото – это тихая гавань. В периоды нестабильности, в периоды каких-то там форс-мажоров надо покупать золото. Это надежный актив, и действительно так оно и есть. И сейчас золото продают. Не только сегодня. Мы видим сильную дневная свечка вниз. У нас по золоту 11 апреля началась. Поэтому здесь, получается, капитал идет в рисковые активы. Соответственно, сегодня интересно покупать рисковые активы. То есть DAX с ценой. Вот здесь верхняя Боллинджера на дневном графике 12237. Купать с той же самой ценой Боллинджера – это отметка 2933,9. Где купить S&P? Здесь тоже мы вот сейчас выросли. На мой взгляд, будет тоже откат небольшой к отметке 2910. И вот здесь вот можно покупать с 2910 на 2933. В принципе, если посмотреть по S&P, недельный график, то у нас в апреле, получается, был исторический максимум. В апреле, в сентябре прошлого года исторический максимум. 2941. Даже 2942,4 – это был исторический максимум. И, в принципе, тут у нас подрасти чуть более процента, процент с копейками, чтобы сделать новый рекорд. На мой взгляд, рекорд будет. Но, наверное, не на этой неделе. Почему не на этой неделе? Потому что у нас воскресенье, католическая Пасха. И, соответственно, пятница – день такой уже нерабочий на западных рынках. Понедельник тоже будет такой день нерабочий на западных рынках. Да, и если посмотреть прошлые года, как рынки торговали с Пасхой, с Ростой пятницей, то в четверг уже торговля была такая вяла. Поэтому получается, что у нас есть два дня. Сегодня-завтра, таких вот активных на этой неделе, в четверг уже будет более спокойная такая торговля. И в пятницу будет флет, боковик, такая мертвой торговля. Поэтому, наверное, на этой неделе просто банально не хватает времени, чтобы сделать новый рекорд. Но я думаю, на следующей неделе мы вполне можем как раз увидеть такие заголовки, что S&P сделал новый максимум. Мы сразу же увидим комментарии Дональда Трампа в Твире, что там, смотрите, свершилось. Я вам всем обещал новый исторический максимум, и мы его увидели. И мы увидим новые уровни, я вам обещаю. Потому что у него, у Дональда Трампа, через полтора года выборы президентские. И один из главных пунктов его предвыборной кампании прошлой был как раз хороший рост американского рынка. Почему, например, в Америке об этом говорят, а у нас в России, допустим, или на Украине, в Казахстане, где тоже есть фондовые рынки, об этом никто чуть не говорит. Насколько там вырастут рынки, политикам неинтересно. Потому что в Америке высокая доля среди населения, которые имеют инвестиции, которые имеют ценные бумаги, которые инвестируют. И, соответственно, чем выше фондовый рынок, тем выше их доходы. И, соответственно, для них рост S&P – это важно в Америке. Допустим, в странах СНГ, России и так далее. Здесь это никому не интересно. Я думаю, ситуация будет меняться. У нас уже, в принципе, с каждым годом все больше и больше людей участвует в торговле на финансовых рынках. И ситуация будет улучшаться. И, наверное, может быть, через лет 10 наши политики будут говорить о том, что у них один из главных пунктов – обеспечить стабильный рост фондового рынка. Но это будет не скоро. А в Америке это полным ходом идет. Поэтому Дональд Трамп будет подвергать активность в Твиттере, соответственно. И я думаю, как раз эта активность будет на следующей неделе. Поэтому здесь S&P, я думаю, пойдет и далее вверх. Потому что 1 мая у нас ФРС сокращает продажи облигаций. Напомню, что сейчас в апреле и в прошлом месяце, в марте, ФРС продает каждый месяц 50 миллиардов долларов облигаций из своего так называемого баланса. ФРС после кризиса 2008 года каждый месяц покупали облигации. И приостановили это делать в 2015 году. И сейчас продают эти самые облигации, которые покупали ранее. Продают на сумму 50 миллиардов. А с 1 мая будут продажи на сумму 30 миллиардов. То есть на 20 миллиардов меньше. То есть это дополнительная ликвидность для рынков. И, соответственно, для S&P это хороший сигнал. Поэтому здесь тоже сигнал хороший на покупку. У нас хороший тренд. 55 и DX растет. Значение выше 65 плохое. Даже, в принципе, выше 60 уже такое опасное. Но у нас 55 и 6. Это нормально. И на недельках тоже 45. И на четырех часовках мы видим 42. И на часовках мы видим 30. То есть значение DX, индикатор силы тренда, насколько тренд сильный. Я всегда этот индикатор использую. И всегда стараюсь работать по тренду. Потому что здесь можно достаточно хорошо заработать. Так вот, значение DX от 30 до 60 является хорошим. От 40 до 60 еще более хорошим. Поэтому у нас от 30 до 60, смотрите, здесь все графики стоят. Час, 4 часа, день, неделя. Это такой хороший, на мой взгляд, сигнал. Поэтому S&P, DAX, берем на покупку. И что у нас сегодня еще интересного? На мой взгляд, нефть. Тоже интересно для покупок. Здесь, в принципе, хороший тренд. Мы видим 48 в дневном границе. Вот здесь боковик по бренду. Росли неплохо с 28 марта. Подросли мы до 10 апреля и вошли в боковичок. Обычно из такого боковика рынок в 9 случаях из 10 выходит вверх. Это вот уже просто по такой статистике. Поэтому я думаю, что как раз сейчас тоже будут те самые 9 случаев из 10, когда рынок вверх. Конечно, может быть один случай из 10, что рынок пойдет вниз сильно. Но поскольку у нас нефть – это рисковый актив, мы уже сейчас рассмотрели, что капиталы и директивы, то есть S&P растет, еще раз посмотрим, DAX, ИК, активы, золото падает, то нефть, как рисковый актив, тоже получает здесь поддержку. Поэтому здесь наиболее оптимально как раз покупать нижние границы этого флэта. То есть нижняя граница флэта находится на отметке 70.30 по бренду. И обычно как бывает? Обычно бывает так, что сначала рынок идет на нижнюю границу. Такой ложный пробой происходит. После этого разворот, и рынок идет на верхнюю границу и ее пробивает. Поэтому здесь на отметке 70.30 можно установить ордер buy limit. Нам не нужно ждать сегодня целый день, когда к 70.30 цена подойдет, и нажимать кнопку. Мы просто устанавливаем ордер buy limit, и наш медтрейдер автоматически все это делает, если цена подходит к этому уровню, ордер срабатывает. И мы, соответственно, здесь, получается, позицию открываем. И здесь, получается, вот первая цель, это краткосрочная 71.54, это вот самая верхняя граница. И далее уже верхняя Bollinger 72.20. Техническая картинка очень хорошая. Если смотреть новости, то новости какие можно приписать. Тут можно на любой вкус и цвет. Кому-то нравится Венесуэла, что в Венесуэле проблема. И ситуация в Венесуэле, она уже такая долгая. В конце января началась там так называемая двоевластия якобы. Но никакого двоевластия нет, по сути дела. Президент, как он был, так он всем и управляет. В его руках находится армия, в его руках находится Центробанк, в его руках находятся все финансовые потоки. Вот продажи нефти и продажи золота и так далее. Поэтому никого там воевласти нет. Там просто один человек пытается как-то власть захватить. Но прошло два половины месяца, и КА безуспешно. Причем даже этот самый лидер оппозиции Гуайдо обещал 6 апреля госпереворот. Но тоже смешно так звучит, когда нам, например, телеканалы или какие-нибудь газеты сообщают, что 6 апреля, причем нам сообщили об этом 1 апреля. Наверное, это была все-таки шутка первоапрельская. Но говорили об этом прям очень серьезно, что 6 апреля будет госпереворот в Венесуэле. И Мадуро уберут. Обычно, когда госперевороты проходят, все проходит тихо-спокойно. Как вот недавно в Судане госпереворот произошел. Никто и не знал. Раз провели госпереворот, все тихо-спокойно. Поэтому никакого госпереворота, естественно, не было 6 апреля. И сейчас 16 апреля, ничего там абсолютно не изменилось. Ситуация затягивается. США потихоньку все вводят в новые санкции. Можно, допустим, это переписать. Можно использовать факторы рано, что где-то 7 мая, меньше месяца осталось, там, 3 недели. США также ведут новые санкции против Ирана на продажу нефти. Это тоже вроде как пугает рынок инвесторов. Как нам пишут, там инвесторы волнуются, и они будут покупать нефть. Ну, в общем, можно там Ливии приписать. То есть кому что нравится, тот может и использоваться. Ну, а я бы все-таки смотрел не на это, я бы смотрел именно на приток капитала в рисковые активы. Сейчас есть капитал пришел, а рисковые активы растут. Капитал ушел, а рисковые активы падают. А какую-нибудь новость нам обязательно придумают. Новостей там много. Что у нас сегодня еще интересного? Если говорить вот о сильных сигналах, то я бы вот эти выделил сигналы. Там очень хорошие. Это покупка DAX, покупка S&P сегодня, нефть, доллар, иена интересна для покупок из основных валютных пар. Да, здесь тоже был хороший рост в последние дни. Узненький флэн теперь. Мы здесь много дивергенций видели на индикаторе RSI, на часовом графике. Здесь было очень много дивергенций. Вверх без остановок. И если бы рынок прям хотел сильно упасть, то вот эти дивергенции, они были бы отработаны резким падением. А у нас сейчас индикатор RSI, он у нас упал. И пара у нас упала всего-то буквально максимум 112.09. И минимум сегодня 111.84. То есть 25 пунктов у нас вниз, при том, что там 3-4 дивергенции на часовиках. И когда рынок так вот немножко падает, это говорит лишь о том, что это просто такой азотичный передбор. Я много раз уже такие графики видел раньше. И когда ждут, что сейчас точно там эти дивергенции будут отработаны сильно вниз, то рынок идет дальше вверх. Интересно, здесь картинка складывается. Смотрите, мы стоим на нижней границе Боллинджера на часовиках. То есть, по сути дела, этот Боллинджер у нас как раз это есть. Верхняя граница Боллинджера, верхняя граница Флэта, нижняя граница Боллинджера. И сейчас мы тут находимся рядом с этой границей. У нас она 111.88. И на мой взгляд, вот здесь можно покупать. То есть на 3 пункта ниже, чем текущий уровень. И цель 112.30, там проходит сильный уровень сопротивления. С одной стороны, конечно, можно и повыше смотреть, допустим, там куда-нибудь на 112.60. Но с другой стороны, я думаю, что здесь сильных таких движений сейчас не будет на этой неделе. То есть у нас будут такие спокойные, плавные движения вверх. И как раз не будет сильных движений, потому что такая вот пасхальная неделя. И в прошлые годы пасхальная неделя, она так всегда более-менее спокойна была. То есть там были плавные движения, никаких таких прям супер трендов не было. И уже после Пасхи как раз были хорошие такие движения. Поэтому здесь, на мой взгляд, как раз на отметке 112.30 эта пара может остановиться. И ее можно купить от 111.88. Если говорить, допустим, о евро-доллар, популярная самая пара, то, на мой взгляд, здесь будет флэт. Вот вчерашний флэт, у нас такой был флэт, где минимум дня был 1.12.97 и максимум 1.13.20. 23 пункта. Сегодня, я думаю, примерно будет то же самое. Сейчас по евро, прямо именно сегодня, внутри дня, никаких таких вот сильных факторов, которые могли бы вызвать прям такой вот стремительный рост евро. Если мы посмотрим на графики, то у нас на дневках 17 показывает ADX. Мы недавно, 12 апреля, пробили среднюю Боллинджера. Вот мы здесь первый раз ее коснулись 9-го, 10-го, 11-го, 12-го мы ее пробили. Обычно, как бывает на рынке, после такого пробоя Боллинджера идет возврат опять к этому Боллинджеру самому. То есть, Боллинджер у нас средняя, это 1.12.80. И вот уже после этого ретеста рынок идет дальше на верхнюю. На верхнюю 13.91. Поэтому покупать сейчас евро неинтересно. Если евро и покупать, то на отметке 12.80 на ретесте средний Боллинджер. Вчера мы этот ретест не сделали. Сегодня мы его тоже можем сделать. А может быть, сделаем. Предлагаю к евро поподробнее вернуться завтра. Если у нас сегодня будет ретест и будет отбой от этого уровня, то завтра, если все у нас нормально, то завтра можно будет еще раз все посмотреть. И завтра можно будет покупать. Сейчас же пока здесь по евро ничего такого нет интересного. Текущий уровень для покупок не подходит абсолютно. И как раз поскольку евро у нас коррелирует с золотом, прямая корреляция евро-золота, ну корреляция, конечно, не 100%. Когда люди говорят о корреляциях, у некоторых людей почему-то такое мнение, что корреляция должна быть 100% один в один. Но такого не бывает. Нет у нас на рынке ни одной 100% корреляции. Корреляция есть там процент 80-70. Это вот как раз такие корреляции евро и у золота. Поскольку золото у нас такой слабый элемент на рынке, то как раз снижение золота может вызвать ретест этого самого уровня 12.80. Можно ли здесь продавать евро? На мой взгляд, и продавать тоже здесь прямо вот именно сильно таких сигналов тоже нет, потому что бывает такая вероятность, что претеста может и не быть, и мы сразу пойдем сюда. То есть сегодня, на мой взгляд, тенденция здесь может в евро проясниться. В идеале, конечно, как хотелось бы. Идеальный такой момент, как по учебнику. Снижение к этой средней, отбой от этой средней, тогда можно завтра покупать с целью 1.13.91. Поэтому сейчас предлагаю пока подождать сегодня с евро. Завтра вернемся к евро еще раз. И если у нас здесь все нормально, будет ретест, отбой, то можно будет евро покупать. Будет хороший сигнал на покупку, и на это можно будет заработать. А сегодня мы пользуемся тот же самый доллар-иена, который показывает хороший сигнал на покупку. Уважаемые коллеги, предлагаю тогда рассмотреть все ваши вопросы, которые вы оставили в чате. Хорошо. Спасибо большое, Александр, вам за ваш обзор. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. У меня вопрос такой, Александр. Сегодня вечером у нас есть по экономическому календарю есть запасы нефти по данным Американского института нефти. У вас какая практика торговли? Как вы работаете по таким индикаторам? Сидите допоздна, ждете, ставите отложенник и идете отдыхать, скажем, в 5 вечера поставили отложенник и ушли домой? Или вообще ждете завтрашнего утра и уже действуете по ситуации? Игорь, спасибо за вопрос. Вопрос очень интересный, потому что многих трейдеров это интересует. Я лично не сижу допоздна и считаю, что это, в принципе, достаточно такой тяжелый процесс, допоздна сидеть, на нервы действуют сильно. На мой взгляд, лучше как действовать? Лучше дождаться новостей, завтра, допустим, с утра их почитать. И если мы говорим о краткосрочной такой сделке, то я замечал по опыту прошлых лет следующую закономерность. Если у нас, допустим, теханализ, то же самое ADX, индикатор силы тренда, показывает хороший тренд, допустим, тренд вверх. И новости по API вышли тоже хорошие, запасы сократились, то это хороший сигнал на покупку. Если ADX показывает тренд вниз, сильный тренд вниз, новости вышли плохие, то это сигнал на продажу. У нас, если, например, ADX показывает сильный тренд вверх, есть приток, как я уже говорил, капитала в рисковые активы, то даже при плохих новостях, например, запасы выросли. Как это было, например, на прошлой неделе. Запасы у нас выросли, и при этом нефть, несмотря вроде бы на такие плохие новости, она у нас все равно выросла и как раз дошла по бренду 7,5. То есть рынок немножко сходил вниз и проигнорировал все эти новости и пошел вверх. Поэтому здесь, на мой взгляд, надо смотреть, чтобы совпадала техническая картинка с новостями. И опять же приток капитала. Сейчас в данный момент приток капитала, на мой взгляд, хороший в рисковые активы. И завтра, чтобы, например, нефть там сильно упала, должны прям очень такие катастрофические новости выйти. А если даже там небольшой рост запасов, то рынок это может легко проигнорировать. И нам в очередной раз люди скажут, что там фундаментальный анализ не работает, рынок новости проигнорировал, и все это ерунда. Но, на мой взгляд, надо, я вот лично, как всегда, всем советую использовать комбинированный анализ. То есть не нужно думать там, что лучше, фундаментальный или технический. Используйте оба вида анализа, чтобы они вам показывали одно направление. Ругаться там на форумах, что лучше, технический или фундаментальный, это пустая трата времени. Если вам технический анализ фундаментальный показывает вверх, покупаете, показывает вниз, продаваете. Я лично использую такой подход. Ясненько. Поняли вас. Спасибо большое, Александр, за ваш ответ. Вы говорили о DAX. Я вижу, что на Fresh Forex торгуется много индексов. Американские все есть. Есть и французские, другие. Как активно торгуют наши трейдеры, исходя из опыта вашей компании, из вашей статистики, как активно торгуются эти индексы, серди на эти индексы на российском рынке российскими участниками? Игорь, спасибо за вопрос. Торгуются активно последние 2-3 года. Конечно, лет, допустим, 5 назад активность была низкая, когда мы только выводили данный инструмент. Но последние 2-3 года расторговали, и людям нравится. И почему здесь есть интерес? Потому что, например, вот мы и сейчас говорили. Вчера по евро-доллар у нас дневной диапазон 25 пунктов. То есть евро-доллар стоит на месте, торговля вялая. По сути дела, евро сейчас зажат со стороны как ЕЦБ, которые планируют проводить свою стимулирующую такую программу ЛТРО, так и со стороны ФРС, которые тоже не хочет повышать ставки и тем самым давят на доллары. Получается такая зажатость с двух сторон. Давят на евро ЕЦБ, давят на доллар ФРС, и евро вот так вот стоит. А, например, когда ЕЦБ говорит о стимулирующей программе ЛТРО, то это хорошо для DAX. Мы все знаем это. Чем больше стимулов, тем лучше для фондовых рынков. Чем больше говорят о том, что ставки повышать не надо, в процентных центральных банках, тем лучше для фондовых рынков. И получается, евро-доллар последний месяц, как у нас было в состоянии ЕЦБ, когда нам ЕЦБ 7 марта сказал об этом ЛТРО, с тех пор евро стоит плюс-минус на месте, пунктов 50 вверх, пунктов 50 вниз, никакого такого хорошего тренда нет, при этом DAX с тех пор подрос очень так неплохо, хороший тренд, растем, небольшая коррекция, растем, небольшая коррекция. То есть здесь должно понравиться, как и новичкам, которые недавно на рынке. То есть есть тренд вверх, прошла коррекция, после коррекции покупаем, как на учебниках. Торгуем по тренду после коррекции. И здесь как раз получается такое плавное движение. Растем, потом коррекция вниз, покупаем, рынок растет, потом коррекция, еще раз покупаем. То есть хорошо для новичков. Ну и также опытным трейдерам тоже это будет интересно, потому что здесь движение не как в евро, там 25-40 пунктов, достаточно побольше. И, соответственно, здесь тоже доп. доход. Поэтому данные индексы интересны, и у нас не только индексы, но есть и CFD на акции. И вот также хотелось бы сказать, что у нас сейчас проходит акция в компании FreshForex до 30 мая при торговле инструментами CFD на акции. У нас не начисляются свопы. То есть позицию можно держать там день, неделю, месяц. Своп у вас будет ноль пунктов, и, соответственно, тоже можно для себя попробовать. Тем более сейчас, как мы все знаем, сезон корпоративной отчетности в Америке начался. Соответственно, акции показывают высокую волатильность, и, соответственно, здесь можно тоже использовать эту акцию торгой без своп. Поэтому интерес у людей есть, и по большей части он вызван тем, что вот евро так себя, наверное, ведет. Потому что евро – самый популярный инструмент. И когда популярный инструмент низковолатилен, то люди начинают смотреть на другие активы. Поглядывать налево, так скажем. Да. Я понял, Александр. Это относится, то, что вы сказали, к акциям только американским или к российским тоже? Потому что я вижу, у вас есть и «Газпром», и «Лукойл», и «Магнит». Да, это и российские, и американские акции. Любой инструмент. Севдина акции. У нас есть, получается, американские, российские. И, соответственно, можно проговать до 30 мая без своп. Я понял вас. Спасибо, Александр. И еще у меня итоговый вопрос. Я обратил внимание, у вас на сайте один из коллег ваших, сейчас я вам скажу, Андрей Петрыкин. Он делает опционный анализ. Поскольку опционов, насколько я знаю, на Форекс-компаниях у Форекс-компаний нет, мой вопрос, как это работает вообще, как это применяется, и как любой трейдер, послушав или прочитав этот анализ, может его использовать? Да, Игорь, спасибо за вопрос. Вопрос интересный. Много людей спрашивают про опционный анализ Андрея. Здесь, значит, Андрей использует данные с Чикагской биржи, семьи eGroup. Там у нас есть опционы на валюты и фьючерсы валютные. У Андрея есть собственное программное обеспечение, которое он разработал со своими товарищами. И, исходя из данных CME, с опционов валютных, он использует такие зоны, куда цена может идти или где может быть разворот. Как это все можно использовать самому на практике? Ну, можно, самый простой вариант, это читать обзоры Андрея. И также у нас на сайте под каждым обзором есть окошечко, где можно написать вопрос данному аналитику, например. Также можно написать Андрею вопрос. Если вам что-нибудь понятно, вы можете Андрею задать вопрос, Андрей вам ответит. И, в принципе, читая обзоры Андрея и любого другого аналитика нашего, можно много для себя интересного почерпнуть. И, соответственно, также есть возможность пообщаться, в том числе и с Андреем, задать вопросы. Я понял вас. Ну, вот я вижу, что он следит за балансом маркетмейкера. И, соответственно, вот от этих уровней, опционных уровней, он и прогнозирует рынок. Ну, здорово. Эта система применяется, применяется достаточно активно опционными трейдерами. У нас есть тоже спикер Альберт Брага, который эту же идею продвигает. Я прямо удивляюсь, насколько это уже опционный анализ превращается в такой самостоятельный вид анализа. Если, скажем, лет 10 назад он на Форексе, опционный анализ, ну, я даже не помню, кто использовал. Мне кажется, никто. А сейчас, смотрите, какое интересное междисциплинарное исследование. Сейчас действительно трейдинг становится комплексным понятием. И сейчас говорить о том, знаете, я там волновик или опционщик или еще что-то нельзя. Потому что все виды абсолютно, как вы справедливо отметили в начале эфира, все виды применяются комплексно. Спасибо большое, Александр, вам за ваши ответы. Анатолий Оренбург спрашивает. Александр, а срочный рынок торгуете? Например, РИ, фьючерсный индекс РТС. Спасибо за вопрос. Нет, я не торгую фьючерсный рынок. Торгую фондовый рынок российский. А фьючерсный российский я не торгую. Я понял. Кстати говоря, почему не сложилось или почему-то чем-то он не привлекает этот рынок, срочный рынок российский? Чисто так вот, для интереса. Да нет, не то, чтобы не сложилось, я даже как-то и не задумывался об этом. Я начинал свой путь трейдера с рынка Форекс, потом через несколько лет также добавил российский фондовый рынок. И вот два таких рынка я торгую, а больше ничего не использую. Я понял. Это не плохой рынок, я не к тому, что РИ это плохой рынок, нет. Просто как-то у меня нет интереса. Такое мое мнение. Конечно, конечно. Торговать все нельзя, потому что, слава богу, в мире многие тысячи инструментов. Тут наоборот, я тоже считаю, что надо действовать как Брюс Ли, который говорил, что бойся не человека, который знает 10 тысяч приемов, а человека, который тренирует один прием 10 тысяч раз. Поэтому, конечно, надо выбрать инструменты, которые уже, так сказать, освоить, отработать и использовать их, может быть, и 2, и 3. Много таких трейдеров, кстати говоря. Ваш набор еще, кстати, достаточно широкий. Вы все-таки такой широкий кругозор и достаточно широкий круг инструментов. Вот, кстати говоря, из того, что вы сегодня рассмотрели, вы все эти инструменты торгуете или часть из них включаете просто для обзора? Нет, я сам что торгую, так же сам рассказываю. Допустим, меня так же иногда спрашивают, а расскажите про южно-африканский рент к канадскому доллару. Я такую валютную пару не торгую, я не знаю, что там происходит, и я так и отвечаю, что такой инструмент я не торгую и ничего сказать не могу. Все, что я рассказываю, я сам так же использую и об этом рассказываю, и поэтому вот все эти инструменты, да, они тоже мне интересны в поле моего зрения, и, соответственно, я делюсь своими мыслями. Понял вас. Спасибо вам большое, Александр, за ваш обзор и ответы на вопросы. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Спасибо, Игорь, спасибо, коллеги, что сегодня приняли участие в нашем обзоре. Рад был вас всех сегодня видеть, и завтра так же буду рад вас всех увидеть. Всего доброго, до новых встреч. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин